всем привет дорогие мои друзья с вами как обычно едоман сегодня в алкогольном обзоре у меня будет старый крым южный кедр изготовитель страна происхождения россия изготовитель юридический адрес о о о о о о лев вина крым ну конечно не молодцы золотыми буквами написали на зеленом фоне мелко мелко вообще еле разобрать для кого они написали наверное для слепых ну да ладно потом прочитаем сама бутылочка вот так выглядит кто вчера видел короткое видео с трейлером данного канала тот знает что сегодня будет у меня на канале уже давно очень был обзор на старый крым черный дуб но я скорее всего может быть потом буду его переснимать там так просмотрел вам ну не очень было это только как говорится начало моего канала и так же я хочу напомнить что я не профессиональный дегустатор я обычный рабочий человек который взял продукт попробовал и поделился лично своим мнением который которая с вашим может никак не совпадать ух ты какой волшебный пук интересный здесь у нас спрессованное дерево то есть не пластик сама пробка сделано очень даже красиво но друзьям 0 5 коньяк данный цена его семьсот двадцать один рубль за четырехлетний коньяк возможно это конечно и дорого в руке конечно он лежит удобно но вот наливать наверное будет не очень в коньячный бокал ну хотя ничего пока не разливается ну и как всегда во вторую посуду все-таки разлил ну разливается неудобно наливать бутылка до бутылка красивая но наливать ну нифига не удобно сейчас я конечно закрою данный коньяк так как хочу показать вам поближе реально здесь состав даже у меня хорошее зрение мне состав здесь читать ну очень даже тяжело так что друзьям если вы будете брать данный коньяк и вы плохо видеть им да наверное луп уберите с собой магазин запах запах более-менее мягкий конечно я думал будет пожестче очень даже кстати приятно но заходит он намного жестче друзья чем на запах то есть запах у него такой мягенький приятный а на первом глотке чувствуется прям такая жесткость но нет спиртового жжения что немаловажно неприятного послевкусия не остается то есть я думаю если вы усандолите пол бутылочки такого коньяка то на утро вас по идее перегара быть не должно хотя как знать ведь это все-таки дистиллят они ректификат как говорится от водки все равно перегара меньше ну опять же от хорошей водки от коньяка возможно и будет но вы его можете не почувствовать давайте все-таки я поближе вам покажу данный коньяк смотрите друзья вот самое главное блин сейчас переверну немножко крышка очень выполнена оригинально она из дерева все таким здесь все рельефное сама контр этикетка сделана зеленой коньяк здесь медальки четырехлетний качество а высшее качество старый крым здесь выбито но конечно есть небольшой минус это то что здесь не толстое дно так коньяк конечно презентабельный на вид наконец-то сфокусировалась камера срок годности не ограничен что немаловажно коньяк четырехлетний южный кедр так изготовитель республика крым чрезмерное употребление алкоголем вредит как всегда вашему здоровью сам коньяк конечно ну очень очень светлый такой как пакетик чая который заварили уже наверно третий раз если верить знаменитым блогером ножки тоже есть но опять же для меня это просто капельки которые стекают но стекают не очень быстро возможно это конечно и плюс как я уже сказал друзья ножки держатся но нет не сказать что прям сильно сильно долго конечно но они какие то конечно есть возможно профессиональные дегустаторы коньяков коньячные блогеры вискарные если вдруг увидят мой ролик как всегда скажут да нифига ты не понимаешь все это не так все это не так но если честно друзья мне пофигу так что хейтеры можете писать все что хотите я прочитаю и конечно же приму к сведению но сейчас немножко постояв но приобретает запах дуба то есть дуб есть дерево немножко пахнет таким вот лакокрасочным покрытием каким-то да точно запах столярки вот он но немножко присутствует есть в данном коньяке также на втором глотке заходит прекрасно во рту получается как бы ну не спиртовое жжение идет а вот такое интересное как будто вы кору дуба укусили и запилим какой-то водой наверное ну и немножко и и на разжевали вот послевкусие такое кстати держится послевкусие там приятно возможно друзья если вы выпьете полностью всю бутылку то выхлоп дракона на утро вам обеспечен но пока что он дерево она заполняет вот прям всю ротовую полость и держится прям держится очень долго вот это именно послевкусие дерево так а здесь у нас немножко постоял кстати друзья немаловажно еще сзади тоже все выбито на стекле то есть вообще так очень даже презентабельно выглядит сама бутылка и коньяк конечно ну возможно из-за дизайна можно переплатить то есть отдать 700 с лишним рублей за четырехлетний коньяк год урожая 2009-2018 место проехать место происхождения винограда россия республика крым объем 05 объемная доля этилового спирта 40 процентов так сорт винограда витязь винфера не знаю что такое сорта смесь сортов витязь винфера но это конечно круто друзья ладно что у нас вообще по составу так изготовлен из коньячных дистиллятов выдержанных не менее четырех лет состав коньячные дистилляты выдержаны не менее четырех лет вода питьевая умягченная сахар белый пищевая добавка красители сахарный коллер простой так пищевая цена все есть срок годности не ограничен дата розлива где-то у нас должна быть указана но опять же если вам конечно это интересно где на все таки то указаны не пойму указана на бутылке в общем друзья дату розлива ищите сами где хотите но я лично пока что не могу и обнаружить ну да ладно здесь также на контр этикетке 4 звездочки сам этот дуб все здесь присутствует но опять придется попросить дорогую жену конечно в коктейльном варианте у нет наверно но я думаю все таки попробовать не все любят в чистом виде поэтому дорогая жена пожалуйста колу и замороженный стакан в студию буду коктейль делать один к двум где-то с колой но стакан буду брать охлажденный чтобы не добавлять лед опять же хейтеры можете опять писать свои комментарии что типа нет нельзя холодным нельзя комнатной температуры лучше да несомненно данный коньяк заходит в чистом виде комнатной температуры который у меня сейчас очень даже прекрасно и кстати что немаловажно я не ощущаю чтобы вязала во рту у меня недавно был 10 спасибо большое недавно у меня был коньяк армянский древний и ревань 10 лет там конечно очень даже классный но к сожалению он у меня не остался так как прошло уже довольно таки много времени с того момента как я его снимал я его потихонечку пил пил и все-таки его допил а сейчас почему там в пятерочке именно этого коньяка больше нет а он стоил 500 рублей 10-летний коньяк но он реально был круче конечно чем этот но ладно это совсем другая история давайте все-таки попробуем коктейльный вариант хотя я не сторонник этого я не люблю колу если коньяк хороший то лучше я буду наслаждаться потихонечку его попивая если же коньяк полная фигня то его можно вылить в унитаз и сильно не переживать так ну буду наливать на глаз примерно по меточки как я уже сказал один к двум хотя опять же повторюсь я думаю для коктейли с ним делать ну это не очень умное решение например так нет один к двум надо где-то так как всегда я использую стаканчик от виски fox dogs мне нравится то что здесь мерные единицы есть то есть сколько нужно того того и того налить кола у меня черноголовка но если честно кола перебивает полностью весь аромат коньяка а на вкус но друзья скажу вам сразу это наверно самый опасный коктейль он сладкий если вы друзья выпить и пол бутылки этого коньяка в совокупности в таких коктейльчиков то я думаю утром у вас будет не только дракон но и наверное будет очень сильно болеть голова будете лезть лезть на стену и думать на хрена я это делал так что коктейльный вариант сразу в сторону да конечно возможно любителям именно коктейли там виски с колой коньяк с колой они да но они не могут пить в чистом виде ну у меня если честно бывает такое чувство что они просто не пробовали нормального коньяка данный же коньяк я лично мое мнение я считаю кощунство смешивать его с колой ну согласитесь это просто тупо портит вкус коньяка но и здесь конечно же дегустационная доза покатаем немножко поболтыхаем кстати смотрите не куда ножки делись алло все ножки испарить а нет ножки вот они да есть ножки но вот сейчас не так сильно капли быстро стекают вот остается такое прям очень прикольный не знаю видно вам или нет такая ребристая поверхность становится гладкого бокала для коньяка в запахе все тоже столярка и кстати столярки очень очень много немножко на втором плане опять же есть ваниль спиртуозности практически нет никакой и почему-то сейчас для меня чувствуется вот немножко немножко как это на отдалении вот именно либо цветок липы прямо отчетливо чувствуется пробуем заходит коньяк все также мягко но именно во рту он оставляет чистого вкус такого немножко обожженного дерева все вот это обожженное дерево она будет держаться у вас в полости рта очень очень долго коньяк согревающий я думаю для наслаждения он вполне себе пойдет ну опять же это лично мое мнение я допустим им понаслаждаться бы мог тем более дизайн бутылки очень даже неплохой ну как бы дарить его кому-то наверное скорее всего нет брать куда-то на пьянку если допустим вашей компании есть любители коньяка просто чистого либо же коньяка с колой то вы смело можете взять данный напиток он понравится и любителям чистого коньяка и любителям именно коктейльных вариантов сама бутылкам все-таки выглядит очень презентабельно лежит прекрасно в руке но наливать в коньячный бокал конечно и он не очень удобно так как все таким капельки некоторые мимо друзья разливаются и да совсем я забыл про второй коньячный стакан в котором уже очень долго стоит данный коньяк в общем друзья данный коньяк что ему стоять что не стоять у него плюс минус будет запах одинаковый то есть опять же по самому напитку расскажу это столярка это в отдалении цветок липы и немножко ванильных нот во вкусе но во вкусе вы будете чувствовать во рту только жженую дубовую бочку спиртуозности вы не прочувствуете но и данный коньяк как самостоятельный очень даже пойдет неплохо кстати приготовил себе закуску но так почему то ее и не использовал попробуем персик самая оптимальная закуска для коньяка но персик понятно персик сыр то есть это все стандартные закуски только я думаю не берите лимон лимон нужно брать только для самых гадостных коньяков брать или не брать друзья как всегда решать вам ну если честно я конечно ожидал немного большего я думал что он будет хотя бы примерно такой же сейчас вспоминая вкус именно старый крым черный дуб там он был по жестче конечно пился здесь он пьется мягче ну возможно так было и задумано изначально я если честно думал что он будет хотя бы как черный дуб но для себя друзья я второй раз наверное скорее всего данный коньяк не возьму у меня этот вариант еще останется по-любому и возможно потом когда-нибудь я сравню именно с черным дубом и там уже будем решать у нас насколько эти коньяки примерно плюс-минус похожи либо же они различаются между собой и на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем кто досмотрел это видео до конца ставьте большой палец вверх подписывайтесь на канал и ждите следующее видео всем спасибо за просмотр пока пока